Одним из примеров реализации национального проекта здравоохранения в Самаре является городская больница номер 4. За последнее время здесь обновили пандус для маломобильных граждан, установили кнопки для вызова медперсонала, а также запустили систему электронных очередей. Кроме того, в регистратуре работает колл-центр. Молодые специалисты идут работать в больницу с большим желанием. За последние два месяца у нас в нашу поликлинику пришло 8 молодых специалистов. Поэтому на сегодняшний день укомплектованность медицинскими кадрами, амбулаторная завина, я имею в виду первичного, составляет 94%. Врачи больницы участвуют в телемедицинских консультациях. Ревматологи, пульмонологи, травматологи и гастроэнтерологи связываются с коллегами из отдаленных уголков региона и консультируют их вместе с пациентами. Такой подход существенно экономит время как самих докторов, так и больных. Намного удобнее стало. Доктора профессиональные, как бы знают свое дело, быстро все делают. Много техники новой появилось, оборудование много появилось, хорошие. В нашей поликлинике, я считаю, что хорошо оказываются услуги и довольно они доступны. Благодаря нацпроекту в Самарской области увеличилась средняя продолжительность жизни населения, а показатель смертности снизился на 3,1%. Пациенты все чаще прислушиваются к советам и рекомендациям высококвалифицированных врачей, а также своевременно обращаются за помощью. Особое внимание диспансеризации. По окончании реализации национального проекта у нас к 30-му году уже средняя продолжительность жизни должна быть 80 лет. Вот наша задача. Но для этого задача не только медицинских работников, это задача всей страны. То, чтобы даже создать и социальные условия, и условия отдыха, и условия работы, и условия обучения. В реализацию нацпроекта включили и поликлиники, и специализированные больницы. Под особым вниманием борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие первичного звена и детского здравоохранения. Медучреждение оснащает новым высокотехнологичным оборудованием, внедряет принципы бережливого производства, развивает телемедицину. Анатолий Головко, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok